В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. 80 лет со дня рождения Юрия Гагарина. Аэрофлот начал полеты с аэропорта Сарарка. Шахтер проиграл Ак-Тубе со счетом 1-0. Аким города Мирам Смогулов поздравил карагандинок с 8 марта. Многодетные мамы, почетные общественные деятели были награждены медалями, дипломами и другими подарками. Подробнее в следующем сюжете. Я очень рад приветствовать вас и поздравить с Международным женским днем 8 марта. В этот весенний праздник мы посвящаем самые теплые слова нашим матерям, супругам, дочерям и сестрам. Глава города сердечно поздравил всех женщин с 8 марта. И это отнюдь не были обыденные поздравления. Аким подчеркнул значимость слабой половины человечества во всех сферах деятельности. Кроме того, в нашем регионе на 100 мужчин приходится 1116 женщин. Помимо этого, Мирам Смогулов отдельно поздравил всех многодетных мам. Одними пожеланиями глава города не ограничился. И главным виновницем торжества были вручены памятные подарки, дипломы, серебряные медали, цветы. Кроме подарков для всех женщин в этот день была проведена концертная программа с участием танцоров, певцов и других творческих коллективов. 8 марта прекрасные, хрупкие, с виду, но сильные внутри женщины сами поздравляют друг друга. Дорогие женщины, всех поздравляю с праздником между параллельским и юмором. Желаю счастья, здоровья, крепкого желания. Здоровья, улыбок и простого женского счастья. Амина Смага, Ужас Габаса, Бахтер Успанов, Первый Карагандец. Мир держится на женщинах. Эта аксиома не требует доказательств, если знать, что наши милые женщины работают во всех сферах человеческой деятельности. От космоса до дефиле на подмостках мировой моды. Куляшка Алмаганбетова отвечает в городе Караганде за электроэнергию. Она, как Прометей, дарит людям огонь электричества. ТО Караганды-Жарык оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии. Проводит оперативное обслуживание оборудования электрических сетей, эксплуатационно-ремонтное обслуживание оборудования электрических сетей. В составе компании организовано 15 районов электрических сетей, обслуживается 106 подстанций. Среди специалистов много женщин. На подстанции мы производим переключение на оборудование подстанции 110 и 10 киловольт. Не первый год, согласно государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития, ТО Караганды-Жарык проводит работы по модернизации подстанций. На эти цели уже было израсходовано более 6 миллиардов тенге. Юго-восточная подстанция тоже обновилась. После реконструкции наша подстанция преобразилась. Созданы бытовые условия. Все электрооборудование 110 киловольт и 10 киловольт обновлены, то есть новое оборудование. И когда оборудование на подстанции работает исправно, и по, как сказать, тогда, я считаю, может с этой работой и женщина справится. Куляш всю жизнь занималась электричеством. Была монтажницей электроприборов. Его тоже 17 лет. Работает в карагандинских распределительных электросетях. Безаварийная подача электричества – это и ее заслуга. Если где-то, допустим, производится строительная работа, оборвали кабель, естественно, этот кабель, который мы питаем, это ТТП или ЦРП, он в апреле приходит и устраняет эти дефекты. А в принципе, после реконструкции таких частых аварий у нас не происходит. Что отличает женщину на работе? Наверное, высокое чувство ответственности за себя и за людей, которых она инструктирует. На подстанции ничего не делается без команды диспетчера. Любое действие оценивается с точки зрения безопасности. В нашей профессии самое главное – это уверенность во всех операциях, которые я произвожу. И самое главное – это безопасность. Я отвечаю за безопасное производство работы. Я допускаю бригады, которые отвечают за безопасность. Ко всему прочему, как и большинство женщин, куляж успевает и по хозяйству поработать, и за детьми присмотреть, и подготовить праздничный стол, и поздравить своих коллег. Женщины у нас электромонтеры под службой подстанции, которые проработали 40 с лишним, 20 с лишним лет. Сейчас находятся на службой отдыхе. Всех поздравляю, желаю здоровья и счастья, благополучия в семье. И чтобы этот праздник всегда сопровождался только хорошими намерениями. В каждом доме было благо. И самое главное – здоровье, крепкого здоровья нашей женщины. Женщины существуют вне профессии. Их главная профессия – быть женщиной. Сергей Высокосов, Улжас, Габбасов, Бахтия Руспанов, 1-й, Карагандинский. В Международный женский день в областном перинатальном центре родились два малыша. Аким города приехала лично поздравить мам, которые в свой праздник получили самые важные подарки в жизни. Подробности у нашего корреспондента. 8 марта в областном перинатальном центре на свет появились двое малышей – мальчик и девочка. Счастливые мамы даже и не предполагали, что они получат в качестве подарка в женский день. Малыши чувствуют себя хорошо. Аким города Мирам Смогулов лично поздравил мам и детей. Букеты цветов, открытки, плюшевые игрушки стали первыми подарками малышей в их первый день рождения. Мамы не скрывают смущения, ведь они в свой праздник сделали подарки своим мужьям. Кстати, поздравлять мам в роддоме уже стала традицией. Глава города считает, что матери – это те самые люди, которых необходимо в первую очередь поздравлять на 8 марта. Мамы нас воспитывают, скармливают, и благодаря материалам мы становимся людьми. Директор областного перинатального центра Саули Аманбекова считает, что в следующем году на 8 марта будет еще больше таких маленьких и важных подарков для города и для страны. Амина Смакова, Лжас Габбаса, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Караганда вошла в мировую историю как космическая гавань. Первый полет человека в космос был совершен с космодрома Байконур. За его знаменитым полетом следил весь мир. А по популярности с этим человеком до сих пор не смог сравниться никто на планете. 80 лет назад родился Юрий Гагарин. Скромный деревенский парень совершил подвиг и казалось, что сделал это легко и непринужденно, лучезарно улыбаясь землянам оттуда, с орбиты. Знаменательно, что Караганда тоже отмечает свое 80-летие. Причастность к мировым событиям осознается не сразу. Но Караганда, вернее люди Караганды, стали первыми, кто помогали выйти человечеству в космос. Среди строителей Байконура были наши земляки. Это заслуженный строитель Казахстана подполковник Амарбаев Марат Шарипович, первый заместитель генерального директора республиканского государственного предприятия «Инфракос», являющегося структурой Национального аэрокосмического агентства Республики Казахстан. При его непосредственном участии создавались стартовые посадочные комплексы «Энергия Буран», другие ракетно-космические комплексы и специальные объекты космодрома «Байконур». А 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут московского времени поднялся в космос космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту. Мощная ракета-носитель подняла звездный корабль с космодрома «Байконур». Немногие знали, насколько тяжело тогда давалось Юрию Алексеевичу Гагарину его знаменитая улыбка, ставшая символом покорения космоса. Сегодня ему было бы 80, но он остался молодым навсегда. Он первым дал старт героям-покорителям космоса, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. К ней относятся, как к нашей землячке. Первый казахстанский летчик-космонавт Ахтара Убакиров. Свой полет он совершил 2 октября 1991 года ровно через 30 лет после старта Гагарина на транспортном корабле «Союз ТМ-13» и станции «Мир» в составе советского австрийского экипажа. Сложно преодолевать неизвестность, сложно выдерживать неожиданную славу. Но Юрий Алексеевич Гагарин свое предназначение выполнил с честью. Память о его подвиге и в Караганде воздвигли монумент на площади Гагарина. Это память всем первопроходцам космоса. В день рождения Юрия Гагарина здесь собрались представители российского отряда космонавтов, американские астронавты, летчики Карагадинской авиабазы и школьники города. Сегодня день рождения Юрия Гагарина. Мы рады, что мы будем здесь. Юрий Гагарин – это пример беззаветного служения своему делу. Он всегда стремился быть первым. Мы очень рады, что нас сегодня пригласили на это мероприятие. Мы все увидели много космонавтов с Америки, с России. Залили цветы у подножия памятника Гагарину. Космонавт номер один зовет за собой новые поколения покорителей космоса, но при этом оставаясь самым земным человеком. И в мировую историю освоения космоса занесен и город Караганда. Сергей Высокосов, Габиден Кружбеков, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Космонавты любят не только получать подарки, но и дарить их. Сегодня в Карагандинской области приземлилась капсула корабля «Союз» с тремя космонавтами. Что они делали в Караганде, знает наш корреспондент Николай Кровец. Сегодня трех космонавтов Роскосмоса встречали в международном аэропорту Караганды. Это Олег Котов, Сергей Рязанский и астронавт Майкл Хопкинс. Они доставили в космос Олимпийский огонь из Сочи. С космонавтами встретился и Аким Горда Мирам Смогулов. Поздравляю вас с удачной приземлемой, с удачной посадкой. Желаю вам всем здоровья. Очень символично, что сегодня вы приземлились канун 80-летия города Караганды, канун 80-летия Юлия Алексеевича Гагарина. По доброй традиции космонавтам подарили национальные костюмы и коробки конфет. Коробки не простые, а с их портретами. Каждому члену экипажа вручили и по домбре. Заместитель директора Роскосмоса Александр Ведерников преподнес им свои подарки. Это русские красавицы-матрёшки. 9 марта родился первый лётчик-космонавт Юрий Гагарин. Отмечали на орбите день рождения своего коллеги. Оказывается, да. Во время полёта все члены экипажа отметили этот день. Теплые слова, в процессе разговора, вспоминаем, потому что знаем, что в этот день всегда весь отряд экспонавтов едет в город Гагарин. Сердце на то, что выяснили, там, понимаешь, необычный день рождения, у них всё-таки юбилейные, поэтому звонили, нашли животряд, звонили тем, кто там был и просили передать поздравления. Космонавты любят получать подарки, признался журналистом один из членов экипажа. Олегу Котову уже дарили в Караганде чапаны и халаты. Но что он делает со всеми презентами? Космонавты любят не только получать подарки, но и дарить их. Поэтому при посадке на землю все члены экипажа оставили на гербе Караганды свои автографы. Теперь он находится в числе экспонатов областного историко-краеведческого музея. 80-летие города с подписями экипажа. Николай Кровец, Ажаз Габасов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Сегодня в Международном аэропорту Караганды презентовали новый рейс по направлению Караганда-Москва. Регулярный маршрут был открыт авиакомпанией Аэрофлот. Николай Кровец с подробностями. Впервые в Караганду прилетел самолет марки А319 авиакомпанией Аэрофлот. Теперь этот рейс в Международном аэропорту будет работать ежедневно. С нашего города в Москву оттуда стыковочные рейсы практически во всех направлениях – в Европу, в Америку, в другие азиатские страны. Компания Аэрофлот сегодня является лидером по воздушным перевозкам. Это высшее качество обслуживания и, самое главное, безопасность. Кстати, очень много положительных отзывов можно услышать от клиентов этой авиакомпании. Очень хорошая стоимость билетов. Просто так, пример приведу, это 41 тысяча тенге туда-обратно. Это, думаю, даже любой работник, житель нашего города может себе позволить это. Николай Кровец, Ажаз Габасов, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поручил правительству подумать над поддержкой малого и среднего бизнеса и продлить мораторий на проверки до 1 января 2015 года. Сегодня в Палате предпринимателей города Караганды состоялась пресс-конференция на тему объявленного моратория на проведение проверок. Все подробности в следующем сюжете. Как известно, 27 февраля 2014 года главой государства был подписан указ о кардинальных мерах, принимаемых в области малого и среднего бизнеса. Целью данного указа является координационное улучшение деятельности предпринимателей. На пресс-конференции говорили об основных этапах объявленного моратория. Например, до 1 сентября текущего года совместно с Национальной палатой предпринимателей правительство должно подготовить законопроект по кардинальному улучшению условий бизнесменов. Также до 1 января 2015 года нужно разработать методики формирования государственными органами оценки рисков. До этого срока планируется завершить автоматизацию выдачи разрешений. Об этом подробно рассказал директор палаты предпринимателей Карагандинской области Ермек Абельдин. В регионах будут созданы центры обслуживания предпринимателей, через которые будут выдаваться те или иные разрешения. То есть предприниматель пришел, подал уведомление в заявку, ему разрешение выдали. То есть он не будет хранить эти бумаги. Согласно документу, мораторий коснется всех государственных органов и практически всех предпринимателей страны. Об этом и об основных правилах проведения проверок малого и среднего бизнеса рассказал заместитель по правовым вопросам в палаты предпринимателей Карагандинской области Геннадий Жмук. Будет введена система страхования, альтернатива этому. То есть когда предприниматель по своему выбору страхует все риски, связанные с проверкой. То есть когда проверка приходит и находит у него какие-то нарушения, естественно, он из этого страхового фонда оплачивает все штрафы. Директор палаты предпринимателей Карагандинской области Ермек Абельдин в свою очередь призвал всех бизнесменов к взаимному сотрудничеству и в рамках объявленного моратория работать во благо нашего государства. Мы всех предпринимателей призываем не расслабляться в период моратории, а наоборот провести у себя анализ, какие у них имеются нарушения, свериться по соответствии с нормами законодательства. То есть поднять все санктины, требования санитарных норм, требования налогового законодательства, требования других норм законодательства, тем самым провести внутри себя аудит. Все это время, в период отмены проверок, правительство будет разрабатывать иной порядок проведения проверок, соответствующий всем мировым стандартам. Новую систему ведут после окончания данного моратория. В завершении выпуска новости спорта. В матче за Суперкубок Казахстана Актубе переиграл карагандинский шахтер со счетом 1-0. Долгожданный старт футбольного сезона в Казахстане выпал игрой на Суперкубок Казахстана между чемпионом страны Актубе и обладателем Кубка карагандинским шахтером. Обе команды довольно успешно провели межсезонье и ставят перед собой высокие цели в Еврокубках. В стартовых составах команд вышли несколько новичков, в том числе Данила Нека, Яго Фернандес и Михрет Топчагич. Первый опасный момент создали октабинцы, а розыгрыш мяча привел к выходу 1-1 с вратарем Данила Нека. Тот пробить успел, однако Александр Мокин вовремя вышел и забрал мяч. Шла седьмая минута игры. Навес Дмитрия Мирошниченко в штрафную Горняков, Неразбериха, вновь у мяча Нека, удар блокировали баронцы-шахтера. Ответ от карагандинцев последовал после удара Романа Муртазаева с линии штрафной мощно и прямо в Андрея Сидельникова. Александр Гейнрих попытался издали поразить цель. Мяч пролетел в метрах в двух от ворот. Прострел низом в штрафную октабе и Андрей Фенонченко с линии бьет намного выше ворот. Розыгрыш октабинцев позволил выстрелить Гейнриху опасно, но не точно. Через минуту Гейнрих был точнее. Мокин еле успел отбить круглого, но тот-таки задел штангу. На этом 45 минут подошли к концу. Бросились в атаку карагандинцы на старте второй половины. Муртазаев в пределах штрафной бил поворотом. Отбил Сидельников на угловой. После которого Никола Василевич головой послал мяч рядом со штангой. Обоюдо острая игра шла примерно минут 10. Горняки проводили очередной навал. Мяч защитники октабинцев отбили, он отлетел. Гейнриху узбекский нападающий протащил его до штрафной и выкатил Нека. Тот мастерски пробил под Мокиным. 1-0. В голевой ситуации карагандинские футболисты сыграли не лучшим образом. Понадеялись друг на друга. Результат – гол. Симчевич попытался дальним ударом сравнять счет. Не получилось. Сидельников на высоте. Тренеры провели замены. Сначала на поле появился Камалдин Мурзоев, а затем Маркас Пизелли. Как ни странно, после гола Актобе больше владел инициативой. Марат Хайрулин пытался увеличить счет. Мокин уверенно забрал мяч. Станислав Лунин и Шавкат Соломов вышли исправлять положение. Однако это не помогло. Суперкубок достался Актобе. «Вообще-то очень печально, конечно, что мы проиграли в Суперкубок. Хоть он не дает каких-то там льгот в виде попадания на какие-то европейские кемылики. Все равно это престижно для команды и для футболистов. Поэтому хотелось выиграть. Ну, в отличие от прошлого года, мы специально к Суперкубку не готовились. Просто в план подготовки к чемпионату входило. С другой стороны, будем надеяться, что праздновать теперь нечего. Нам, как в прошлом году, мы попраздновали и проиграли 3-0 в первом туре. Будем делать выводы, что не получилось. В официальной игре мы посмотрели футболистов. И дальше будем двигаться». Довольно осторожен был в оценках игры и главный тренер Актубе Владимир Никитенко. Наверное, боялся спугнуть удачу. «Игра равная. Не знаю, надо посчитать по моментам, по ударам. На мой взгляд, она была равной. Нам повезло, могли пропустить вначале. Ну и уже концовка, конечно, была такая напряженная, но довольно уверен, мы закончили мочи». Надо признать, команда, несмотря на начало сезона, показали очень быстрый и интересный футбол. Что будет дальше, посмотрим. Сергей Высокосов, Улужас, Габасов, Батия Руспанов, 1-й, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сауболмстер. Редактор субтитров А.Семкин